друзья всем привет сегодня мы проговорим наглядно про такое понятие как длительность и про технологию шага на потому что эта тема достаточно вот мы ее рассматривали уже но хочется еще какие-то такие супер важные поинты проговорить давайте еще раз нарисуем тот момент что у нас есть вот этот процесс вот это у нас здесь начало и здесь следующее начало у нас есть это некая середина это все супер сейчас не то чтобы условно а это вот прям все в таких в абсолютных сейчас величинах находится на целая часть середина в жизни это все по вашему управлению может там сдвигаться только тогда когда вы сами начнете управлять этим процессом вот этот процесс у нас вот этот процесс обозначается как перенос веса перенос веса вот здесь у нас есть один очень важный процесс который мы называем и здесь на снова шаг шаг либо стопа здесь шаг либо стопа сначала разберемся вот с этим процессом да почему правил перенос веса является во первых вот только частью всего шага и почему вот это условная половина переноса веса тоже и тоже имеет значение потому что перенос веса сейчас отойдет перенос веса это та история когда мы сначала подаем вес с опорной ноги а потом загружаем следующую ногу на который принимает вес опорная нога подает вес это половина условно вот этого часть этого часть это первая половина первая половина первая половина переноса веса это когда у нас вес идет с опорной ноги есть некая условная середина когда вы стоите по максимально ровно и есть вторая часть когда вы загружаете эту в следующую ногу понятно вот вторая половина и это только вот есть две половинки у переноса веса и сам процесс перенос веса составляет в наших абсолютных величинах только половину процесса по переносу по переносу по шаг в рамках нашего шага понятно эта история на что важно сохранить вторую половину вот этой длительности нам очень важно вот это и это высвобождение ноги высвобождение ноги посмотрите что я имею ввиду высвобождение ноги это когда вы поставили перенос веса случился первая половинка вторая половинка и дальше вот эта нога не ждет вот эта вот нога когда вот врежется в следующий шаг а это тот момент когда вы эту ногу отрываете от земли вот она свободная и это то самое время когда вы определяете куда поставится следующий шаг куда вы начнете идти сюда либо этот момент перенос веса и вы идете сюда либо вы высвободили ногу пошли сюда пошли в сторону куда угодно это очень важный процесс в шаге тогда когда у вас есть возможность наметить свой дальнейший путь и если вот эту штуку вот для этой штуки сейчас в наших абсолютных величинах сохранить половину времени от всего шага то вы сможете научить свои мышцы свое тело создать вот такую технологию вашего шага когда у вас будет хорошая запас времени для определения куда вы пойдете это очень важно для партнера взаимодействия для партнеров что они будут высвобождать это время и помогать партнерши в это время тоже проследить за его направлением ну и соответственно партнерши она будет понимать что у нее без спирит партнером принялся и дальше есть возможность проследовать за партнером посмотреть куда мы пошел припоследовать за ним до наступления следующего шага это что касается себя шпаргалку сделал про шаг да мы сейчас проговорим про перенос веса первая часть получается опорная с ягодицы потом принимающая в ягодицу это вот половинка-половинка законченность процесса и вот это вот и это значимость для запаса времени восхождение стопы определение длины шага определение направлении шага вот я вам все про это сейчас рассказал про законченность процесса еще вам покажу что вот эти вот две половинки когда мы работаем с весом у нас с весом у нас получается вот старт подача веса прием и вот этот прием должен закончиться очень важно чтобы вы научили вот втифте в технологию своего переноса веса запустили этот процесс окончании переноса веса как раз для того чтобы высвобождалась нога и шла в следующее направление вот это вот пудум с подачи и вот приход до чтобы он поймел вот не могу такую вот все дальше все без полностью перенесем мы начинаем следующий этап нашим шаг вот что такое шаг шаг мы говорили с точки зрения взаимодействия с музыкой это наш бит это наш этот прям пумс это та самая перкуссия на которую мы вкладываем тот или иной шаг это что касается внутреннего наполнения это первая идея вторая идея это когда мы начинаем работать с длительности на вот со скоростями мы делаем медленно делаем средний темп делаем быстрый темп делаем очень быстрый темп процессе проработки до 3 тренировок и тренинга можем использовать там две три четыре скорости на нашем в нашем случае лучше использовать три скорости да мы стремимся к нормальной скорости используем медленную и очень медленно что происходит на на более быстрых если мы вот это вот медленно то в быстрых, получается, у нас влезают два шага. Вот шаг, вот шаг, вот шаг, да, то есть вот здесь, вот здесь. И каждый шаг состоит из этого же процесса. Нам очень важно понимать, несмотря на скорость и несмотря на сколько у нас в момент времени будут влезать шагов, каждый шаг должен быть в этой технологии. Вы ровно половину времени сейчас в абсолютных величинах тратите на перенос веса, перенос веса, да, там одна вторая, и высвобождаете примерно половину вот сейчас для того, чтобы вот создать вот эту вот свободную ногу для выбора направления шага, длины шага и так далее. То, что у вас вмещалось в одну длительность, будет вмещаться сейчас два шага в рамках той же длительности. Давайте я сейчас вам покажу наглядно это все. Вы делали медленный шаг. Получается, раз, это шаг, вес, вес, и, и, шаг, вес, вес, и, и, шаг, да. А когда вы будете делать в два раза быстрее, у вас будет такое шаг, и, 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 шаг, и, 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 шаг, и, 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 шаг, да. Соответственно, когда вы будете работать в более быструю скорость, у вас уже будет не два шага, а четыре шага. Первый, второй, третий, четвертый, да. Чтобы намного влезло. И каждый, опять-таки, шаг, 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 вот это лишнее. Шаг, здесь вот второй шаг, здесь вот третий шаг, здесь четвертый шаг. И каждый шаг, опять-таки, будет включать перенос веса, высвобождение ноги, перенос веса, высвобождение ноги, перенос веса, высвобождение ноги, перенос веса, высвобождение ноги. Очень важно, чтобы ваша длительность, ту, которую вы выбираете, скорость, с которой работали, вот эти процессы не вычеркнули. Потому что большинство вот этих вот заминок идет тогда, когда медленно мы все это успеваем, успеваем вот проработать вот этот вот второй блок, да, вторую часть от всего шага. А когда начинаем работать на более быстрых скоростях, мы вот этот процесс растягиваем не вот досюда, не до половины, а вот где-то досюда. И у нас с каждым разом все меньше и меньше остается времени на вот эту вторую часть важную. И тем самым у нас шаги получаются примерно вот такие. Посмотрите. Когда мы делаем перенос веса, ногу задерживаем, да, вес переносим дольше, чем нужно, и потом такие шаги, вылетающие и вылезающие в землю. Вот за такими шагами последовать в парном взаимодействии очень сложно. Да, когда вы прям пумс там, пумс там, либо там быстро начинаете шагать, да, быстро шагать начинаете, и вот эта нога, она как бы не успевает наметить путь. А здесь нужно отказаться от этой вот гонки и просто постепенно, постепенно наращивать скорость, сохраняя все составляющие части вот этого технологии шага, анатомии шага. А когда вы делаете быстро, чтобы она все сохранялась, и, 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 и. опять-таки уточняю вот это абсолютное когда вы в абсолютном времени работаете вот прям ровно половину оставляете вот для этого процесса высвобождения ноги и на намечание наметить путь вашего следующего шага спасибо за внимание